Рассказ Алексея Максимовича Горького Бабушкинскому отцу, отнятому у кота, Бабушка обрезала сломанное крыло, А на место откушенной ноги Ловко пристроила деревяшку И, вылечив птицу, учила её говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна Большой такой, добрый зверь И густым голосом твердит, переимчивый, чёрный, как уголь птица. Ну, проси, скворушки, кашки. Скворец, скосив на неё круглый, живой глаз юмориста, Стучит деревяшка о тонкое дно клетки, Вытягивает шею и свистит иволгой, Передразнивает сойку, кукушку, Старается мяукнуть кошкой, Подражает вою собаки, А человечья речь не даётся ему. Да ты не балуй, Серьёзно, говорит бабушка, Ты говори, Скворушки, Кашки. Чёрная обезьяна в перьях Оглушительно орёт Что-то похожее на слова бабушки. Старуха смеётся радостно, Даёт птице просиной каши с пальца И говорит, я тебе, Шельму, знаю, Притворяшка ты, всё можешь, всё умеешь. И ведь выучила скворца. Через некоторое время он довольно ясно просил каши, А завидя бабушку, Тянул что-то похожее на дра. А, а стуй! Субтитры подогнал «Симон»! Сказка Константин Дмитриевича Ушинского «Чужое яичко». Рано утром встала старушка Дарья, Выбрал тёмное укромное местечко в курятнике, Поставила туда корзинку, Где на мягком сине были разложены тринадцать яиц И усадила на них хохлатку. Чуть светала. И старуха не рассмотрела, Что тринадцатое яичко было зеленоватое И побольше прочих. Сидит курица прилежно, Греет яички, Сбегает поклевать зёрнышек, Попить водицы и опять на место. Даже выленила бедняжкой, И какая стала сердитая, Шипит, клохчит. Даже петушку не даёт подойти, А тому очень хотелось заглянуть, Что там в тёмном уголке делается. Просидела курочка недели с три И стали из яичек цыплята выклёвываться. Один за другим. Проклюнет скорлупку носом, Выскочит, отряхнётся И станет бегать ножками, Пыль разгребать, Через яичков искать. Позже всех Проклюнулся цыплёнок Из зеленоватого яичка. И какой же странный Он вышел. Кругленькой, Пушистой, Жёлтой, С коротенькими ножками, С широким носиком. Странный у меня вышел цыплёнок, Думает курица, И клюёт, И ходит тон, Не по-нашему. Носик широкий, Ноги коротенькие, Какой-то косолапый, С ноги на ногу переваливается. Удивилась курица своему цыплёнку, Однако же, какой не наесть, А всё, сын. И любит, И бережёт его курица, Как и прочих. А если завидит ястреба, То распушивший перья, И широко раздвинув Круглые крылья, Прячет под себя своих цыплят, Не разбирая, Какие у кого ноги. Стала курочка дедку учить, Как из земли червячков выкапывать, И повела всю семью на берег пруда, Там, где червей больше и земля мягче. Как только коротконогый цыплёнок завидел воду, Так прямо и кинулся в неё. Курица кричит, Крыльями машет, К воде кидается, Цыплята тоже перетревожились, Бегают, Суетятся, Пищат. И один петушок с испугу Даже скачал на камешек, Вытянул шейку, И в первый ещё раз в своей жизни Заорал сиплым голоском, Ку-ку-ре-ку, Помогите, мол, Добрые люди, Братец тонет, Но братец не утонул, А при веселой легко, Как клок хлопчатой бумаги, Плавал себе по воде, Загребая воду Своими широкими перепончатыми лапами. На крик курицы Выбежала из избы Старая Дарья, Увидела, что делается, И закричала. Ах, тигрех какой! Видно, это я сослепо подложила Утиное яйцо под курицу, А курица Так кроволаз к пруду, На силу могли Отогнать бедную. Пластинка с книжной полки Рассказ Льва Николаевича Толстого Лебеди. Лебеди стадом летели Из холодной страны В теплые земли. Они летели через море, Они летели день и ночь, И другой день, И другую ночь. Они, не отдыхая, Летели над водой. На небе был полный месяц, И лебеди далеко внизу под собою Видели синеющую воду. Все лебеди уморились, Махая крыльями, Но не останавливались И летели дальше. Впереди летели старые, Сильные лебеди, Сзади летели те, Которые были моложе и слабее. Один молодой лебедь Летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями И не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, Пошел к низу. Он ближе и ближе Спускался к воде, А товарищи его дальше и дальше Белелись в месячном свете. Лебедь опустился на воду И сложил крылья. Море всколыхнулось под ним И покачало его. Стадо лебедей Чуть виднелось белой чертой На светлом небе. И чуть слышно было в тишине, Как звенели их крылья. Когда они совсем скрылись из вида, Лебедь загнул назад шею И закрыл глаза. Он не шевелился. И только море, Поднимаясь и опускаясь Широкой полосой, Поднимала и опускала его. Перед зарей Легкий ветерок Стал колыхать море. И вода плескала В белую грудь лебедя. Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, И месяцы звезды Стали бледнее. Лебедь вздохнул, Вытянул шею И, взмахнув крыльями, Приподнялся и полетел, Цепляя крыльями по воде. Он поднимался выше и выше. И когда вода осталась далеко Внизу его, Он полетел вперед, В ту сторону, Где были теплые страны. Он летел один Над темными водами туда, Куда улетели его товарищи. Тауэльш. КОНЕЦ Иван Сергеевич Тургенев Воробей Я возвращался с охоты И шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила Свои шаги И начала красться, Как бы зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи И увидал молодого воробья С желтизной около клюва И пухом на голове. Он упал из гнезда, Ветер сильно качал березой аллеи, И сидел неподвижно, Беспомощно растопырив Едва прораставшие крылышки. Моя собака Медленно приближалась к нему, Как вдруг сорвавшись С близкого дерева, Старый черногрудый воробей Камнем упал перед самой ее мордой, И весь взъерошенный, искаженный, С отчаянным и жалким писком Прыгнул раза два В направлении зубастой раскрытой пасти. Он ринулся спасать, Он заслонил собою свое детище, Но все его маленькое тело Трепетало от ужаса, Голосок одичал и охрип, Он замирал, он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем Должна была ему казаться собака, И все-таки он не мог усидеть На своей высокой, безопасной ветке. Сила сильнее его воли Сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, Попятился, Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса И удалился благоговея. Да, не смейтесь, Я благоговел Перед той маленькой героической птицей, Перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, Сильнее смерти И страха смерти. Только ею, Только любовью Держится и движется Жизнь. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ